Здравствуйте, с вами компания Трейд, меня зовут Виталий и я технический пистолист. Позади меня погрузчик Lugong LG L модель. Сегодня мы будем менять в нем масло в автоматические коробки передач. Приятного посмотра! Выставить трактор на ровную поверхность и открутить рукав РВД с нижней точки корпуса, где сливается масло. Как масло сбежало, откручиваем фильтр, там же находится, где шланг РВД. Достаем фильтр. Как мы видим, мы сняли фильтр, обнаруженные металлические частицы. Фильтр, можно сказать, грязный. На первую замену фильтр промывается, остальные замены идут уже, нового фильтра ставится. Как видим, мы промыли фильтр. Он чистенький. Ставим уплотнительное кольцо, которое мы снимали. И в том же порядке, что снимали, ставим на обратную. Закручиваем фильтр с 60-70 ньютонов на килограмм. После того, как закрутили фильтр, вставляем шланг РВД на место. Момент затяжки гайки 50-60 ньютонов на килограмм. Так как отсутствует в кабине люк, для залива масла в автоматическую коробку передач, мы открутим штуцер. Как мы видим, данный штуцер имеет два уплотнения. Одно здесь, одно в начале. Нашли вот такой вот рукав, небольшого диаметра для удобства. Ставили его в штуцер. Теперь закручиваем назад на место по заводскому креплению. Вставляем сюда воронку для удобства. Просим второго человека для помощи. Один держит, второй заливает. В данный погрузчик мы заливаем масло фирмы Кикс, АТФ, Дикстрон 3. Заливаем Дикстрон 3, пока не поднимется в смотровом окне выше мерки, выше середины. Как масло в смотровом окне выше мерки, получается, скроется полностью окно. Заводим погрузчик и даем ему нагреться до рабочей температуры. Объем заливаемого масла у нас вышло 12-13 литров. В данном видео мы показали, как правильно меняется масло в автоматической коробке передач. Поэтому после этого проверьте погрузчик на все способности включения скоростей. Погатайтесь по базе, по полю, независимо от дела у вас есть. Я надеюсь, всем понравилось. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. С вами был Виталий, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok